вот вот этот парень он он очень крут он короче винстрики делает послой за спайру и у него там винтрики были там что 20 побед подряд на двадцатом возвышении и он делает челленджи типа вот он сейчас делает за как у него там называется сейчас джорпс подожди а он 100 киллов сердца за 30 дней и он сейчас сделал 40 за 16 дней ум то есть профессионал это как знаете профессиональный вот есть там танцоры которые просто танцуют диско у себя во дворе а есть профессионалы которые выступают на большой сцене вот один из нас танцует у себя во дворе народную музыку а второй второй на сцене выступает ну а из плюсов у нас с ним одинаковые стойки для микрофонов так что я считаю добро пожаловать в самый математический из продуманных и самый продуманный из-за математических мод странник на слой за спайр этот мод посвящен для тех кто к нам присоединился этот мод сделан комьюнити мега крутого супер мега умного стримера джорпса который играет слой за спайр он профессионал в этом деле то есть он на профессиональном уровне там делает винстрики на сердце в 20 подряд делает там 100 килов сердца за 30 дней в общем мега майнд чувак он 3.tv слэш джорпс и этот мод который был написан его его зрителями его комьюнити так что мод странник я джорпса не смотрю а я его посматривал посматриваю периодически по чуть-чуть но я его не смотрю ну потому что я не смотрю слой за спайр и кучу и так-то игрался да я веду тут чё сделаешь ну а очень уважаю джорпса он мега хорош и очень крутой стример так что вот поэтому еще не будем его мод играть он должен быть по идее очень сложным и тут будет много лора насколько я понимаю короче будет интересно большой красивый мод мод странник 68 здоровья у персонажа искусственный маг с частыми потерями памяти корень его недуга лежит в сути постоянных обнурений шпиля опа и гримуар вы теряете терпение в начале каждого боя ну блин прикольно озвучка круто озвучка окей посмотрим давайте стартовую колоду глянем а ну давайте сначала гримуар прочитаем так вы вас вы вспоминаете терпение в начале каждого боя же вспоминаете восполняет один здоровье за каждую ясность в конце боя ага аспект терпения дает один дымки каждый раз когда вы разыгрываете карту когда вы вспоминаете новый аспект потребляет всю дымку и наносит урон равный ей всем врагам легко запомнил ясность если у вас есть ясность аспекта даваемыми им пассивный эффект сохранится даже в том случае если вы забудете его но офигеть теперь давайте возьмем в трех боях один здоровье и будем читать все карточки на огненную элитку я не пойду пойду на обычную наверное вот так хотя можно вот так попробуем элитку на шару взять совет аспекты воспоминаний отдельный туториал для мода фух странник использует мистические аспекты воспоминаний для получения специальных эффектов вспоминая новый вы забываете активный аспект вы можете сохранить ясность аспектов чтобы не терять их пассивный эффект после сбывания как я говорю джорбс он в общем очень очень умный и у него он типа анализирует он анализирует карты и все такое все помнит поэтому здесь будет много букв в этом моде я готов давайте сделаем это все стартовую колоду на прочитать гримуар навык эфемерная погребенная окей сейчас будем все читать но эфемерная стандартный эффект погребенная в начале боя погребенные карты насходятся в стопке сожженных карт вы кладете их из стопки сожженных карт обратно в руку когда вы выполняется условие эксгумации а компоненты компоненты чаще всего карты с ценой в ноль с рядом незначительных эффектов ага эксгумация положите карту и стопки сожженных карт обратно в руку понял забвение в конце седьмого хода вы переходите в забвение при переходе забудьте все свои аспекты и их ясности теряет три здоровья нанося 6 урона всем врагам за каждую утраченную ясность вы не сможете получать и до конца боя это еще не все легендарная легендарные карты не могут быть скопированы преобразованы удалены из колоды копии легендарных карт которые уже есть у вас в колоде не встречаются в качестве наград хорошо итак ремуар плюс навык мерная погребенная выберите одну из один из трех случайных компонентов добавьте в руку эксгумируется в начале седьмого хода при переходе в забвение или когда вы разыгрываете еще четыре карты после этой да хорошо я запомнил все четыре удара стандартные 4 обороны авантюра атака за 2 наносит 13 урона вспоминает усердие навсегда повышает свой урон на один когда вы переходите в забвение седьмой хода усердие аспект усердия вы берете две карты когда вспоминаете этот аспект вы оставляете до одной карты в конце вашего хода ага ну и забвение мы вроде уже читали я не честно говоря не помню что она делает потому что я забыл ну ладно ока бури навык за 1 энергии дает ясность активного аспекта вспоминает случайный аспект дает 7 защиты 0 проблем по моему все ясно сыграем удар в окей будет много текста еще держитесь ребят пристегивайтесь воплотить навык 1 дает 5 защиты выберите один из трех случайных компонентов добавьте в руку а компоненты чаще всего карты с ценой 0 с рядом незначительных эффектов окей расколотый разум мне нравится идея этого персонажа у него все вот построено на забывании на то что у него проблемы с памятью лор этого перса насколько я понимаю опять же это какой-то вот лор мемы я не знаю на стриме джорбса и очень подходит под этот мод в котором так долго от букв и что за как это все запомнить я не знаю но атака расколотый разум 1 грех наносит 10 урона добродетель дает 9 защиты в забвении дает защиту и наносит урон кей греховность читаем греховность эффект срабатывает если ваш активный аспект зависть алчность чревоугодие вожделение гордыня ленность или гнев ладно добродетель эффект срабатывает если ваш активный аспект мудрость усердие смирение доброта терпения умеренность а окей ладно запомнил индекс индекс навык за 0 вы берете три карты вы замешиваете три карты из руки наверх стопки добора очень интересно ну вот это простая карточка ты просто перекладываешь карту с места на место да наверное джорбс джорбс бы наверно сказал что это очень хорошая карта ты можешь контролировать колоду я терпеть не могу карты которые перекладывают карты с места на место а поэтому я возьму грех расколотый разум смысле грех брать не буду пока на душу и так тяжело можем взять проклятие удалить его магазине но я этого делать не буду тоже не люблю это дело совет забвение в конце седьмого хода странник переходит забвение огоньки вокруг вас показывают номер хода когда вы переходите в изменения забудьте все свои аспекты их ясности теряет три здоровья наносящие уронов всем врагам закрад каждую трачную ясность но у меня пока пока нет у меня седьмого хода я же думаю оно не стакается между этими даже авантюра если а че у меня сейчас у меня сейчас терпение пассивно дает один дымки а так у меня терпение по умолчанию аспект или нет я не знаю кажется этот мод не для варлочка нормально все нормально мы недавно играли испанский рогалик я тренировался переводить мы учим новые мы развиваемся учим новые штуки тренируемся делаем всякие интересные делаем всякие интересные вещи да вот недавно испанский рогалик играли я там вот много переводил было интересно а здесь вот сейчас будем читать много буков контр заклинание навык за ноль дает 4 защиты дает один артефакт если выбранный враг собирается наложить отрицательный эффект сжигается окей это очень хорошие вот это хорошая карта я имею ввиду 4 защиты за ноль это норм 6 защиты с апгрейдом артефакт всегда приятно леденящий луч наносит 12 урона накладывать 2 слабости вот хорошая обычная нормальная простая атака а лотоносца есть такая а но апгрейд другой наносит 15 урона накладывает 1 слабости 3 раза то есть не 3 слабости а 3 раза это лучше чем карточка лотоносца которая я не помню как называется потому что у меня видимо аспект забвения а да нехило мне нравится 1 слабости 3 раза наложить всегда лучше чем 3 слабости 1 раз потому что это будет пробивать артефакты спячка навык за 2 энергии дает 15 защиты вспоминает ленность аспект ленности вы сбрасываете 3 случайные карты пока вспоминаете этот аспект вы берете на одну карту меньше и получаете 1 энергию в начале вашего хода ух ты как интересно ха ммм ну прикольно а как из этого аспекта потом выйти непонятно что то ну это не то чтобы отрицательный в начале игры это приятно но из всего этого я возьму я возьму контр заклинания или леденящий луч и дело в том что еще и 2 элитки можно захавать либо контр заклинания ну артефактов в игре мало да ну как мало в игре мы еще не знаем потому что мы только начали в этот мод играть что тут апгрейд дает понятно а что тут апгрейд дает защиту увеличивает а что тут апгрейд дает 17 урона вместо 13 но гримуар уже улучшенный а может быть удаление стандартных ударов мне поможет я бы не хотел улучшать сжигающуюся карту единственное что я смотрю улучшить это расколотый разум да хотя авантюра на самом деле прибавка к урону минимальная может быть расколотый разум но будет ли оно вообще работать если у меня а ну добродетель у меня есть но под добродетелю это будет 12 защиты защита нам в начале игры пока не особо нужна ну и что я сыграю по нормальному я удалю из колоды удар с расчетом на то что мы скорее всего много карточек будем добавлять и видите как Джорпсу тяжело чат то он тоже может быть не понимает что здесь на этих картах написано я не знаю лор этого странника опять же я стримы Джорпса очень редко смотрю ээээ ну из-за того что сам слишком много с Лейза Спайрона играл и времени у меня особо смотреть нет я в последнее время наконец-то я смог о что-то случилось я в последнее время наконец-то смог посмотреть чуть Элден Ринга на стримах чужих потому что я наконец-то прошел чуть дальше ну я смог посмотреть на этих выходных немного Элден Ринга эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Реально круто Я их из-за перекача распинал за 5 секунд Своими дренами А чувак 3 часа с ними дрался Это было очень классно На самом деле Босс оказывается очень интересный А я его Дренами закликал Надо заново начинать Велден ринг Слишком сильный билд сделали Всплеск красок Наносит 12 урона всем врагам И накладывает случайный отрицательный эффект На каждого вспоминает зависть Так Ну 12 масс урона И эти Дебафы на всех это очень хорошо Аспект зависти Дает одинуязвимости Когда вы вспоминаете этот аспект Когда враг становится целью карты И накладывает на него одинуязвимости Это не выглядит очень плохо Уязвимость неприятна И у нас есть артефакт И я имею ввиду Дебафы могут быть разными А? Варлок теперь ты понимаешь Почему перекач плохо Да какой перекач? Мы же не качались Ребят Мы в ЛДН ринге Не фармили специально Оно само так получилось Мы просто Ходили и у нас Проходили игру И оно само Я же в ЛДН ринге Специально не фармил Ничего Просто другим путем пошли У нас были Крутые бои С другими боссами Так что Вот Да ничего мы не фармили Не надо Душнить Говорят Врут они Говорят что фармили Но мы не фармили Зарядить Дает 7 защиты Дает энергию На следующий ход Ага Знакомая карта Но С апгрейдом Вы кладете Выбранную карту Из топки сброса Наверх Стопки добора Понял Ну возьму я этот Всплеск Красок Выглядит круто Ну сейчас пойдем На босса Ты наверное Загрейджу его Да 14-15 Масс урона То что нужно Хорошая карточка Гремлин Я ощущаю Опустошающее Чувство ярости Говорит Джорбс А че Мы вроде Ничего плохого Не делали Окей Ну тут у нас Еще раз Терпение Дымка Когда воспоминаете Новый аспект Кроме терпения Или забвения Потребляет дымку Наносит Всем врагам Урон равный ей Окей Понял Значит мне стоит Карточки разыгрывать Да Да Карточки пропускать Не стоит Может быть Блин Мне бы сейчас Не помешало Контр заклинания То есть у меня Какой-то Есть ли у меня Какой-то Способ Получить Карту Вроде бы Нет Ну давайте Вспоминать Зависть Окей Я под уязвимостью Ага Горение Получит 4 урона В начале Своего хода После чего Горение Уменьшится На 2 Не может Восстанавливать Здоровье Понял Но он вроде Не собирается Восстанавливать Я могу Вспомнить Усердие Или я могу Сделать А подожди Расколотый Разум Будет Наносить Урон Потому что Мы в аспекте Гнева И мы 2 уязвимости Сделаем Ну урона Мы так Получили Нормально Но Могу ли я Сделать Кил Вот вопрос Типа Расколотый Разум 15 урона И 9 урона Удар А? 2 урона Мне не хватает Да? Дает Ясность Активного Аспекта Вспоминает Случайный Аспект Может сейчас Вспомнится Какой-то Аспект Который 2 урона Нанесет Каковы Шансы? Блин Вспомнился Дала силу Блин Я бы его убил Если бы сначала Сыграл Аспект Умеренности Пассивно Дает 1 силы За каждую Активную Ясность Ну вот И сработало Бы Ну ладно Чё теперь Поздно А горение Нанесет Подожди А оно Наносит В начале Хода Окей Походу Сгорение Добьет Да? Точно Оно как яд О вы правы Чат Чат умный Матрешка Понял Так Ну легендарная Карточка Сейчас будем читать Великая воля Навык Дает 7 защиты Сжигает Случайную карту В руке Она стоит 0 Пока не разыграна И эксгумируется Когда вы переходите В забвение Билд на сжигание И Эксгумацию Новая малоизвестная игра На канале Привет Аксель Да Как видишь Решил попробовать Говорят Слэйзэспайр Вроде нормальная штука Я не фанат Карточных Игрушек В них слишком много Текста Не люблю читать Но Этот Но Попробуем Спутать узы Талант За 2 энергии Накладывает замедление На всех врагов Добавляет 1 карту Паутина В руку Ага Замедление Так Замедление Это круто Это очень круто Ладно Паутина Компонент Ценой в 0 Накладывает 2 слабости Оставляется Сжигается Тоже неплохо Огненный посох Навык за 2 В следующий раз Когда вас атакуют Накладывает 10 горения На всех врагов Дает 10 защиты И это неплохо Все 3 карточки Хорошие Ну давай мне Замедление На всех врагов Будет весело Рукодоби Привет Кстати Я пробовал Установить Твой Я пробовал Установить Твой мод На Корабле Аниме Корабле Девочек И он У меня Вылетает Но я не Сделал Скриншоты Ошибки Потому что Забыл Потому что Стрим Должен Начинаться Но В общем Вылетай С твоим Переводом Почему-то Может быть Обновили Мод Привет Варлок Привет Чат Привет Гидра Как дела Как здоровье Как победы Отлично Отлично Сейчас узнаем Новый мод Так точно Алхимическое Пламя Так Новый Релик В начале Хода На врагах Пропадает Только 10% Горения Вместо 33 Ну Билд На горение Инкаминг И Поющая Чаша Всегда Кайф Ну Хотя На новых Модах Поющая Чаша Будет Мало Эффективна Потому что Я буду Грести Все карточки Наверное В кучу Да Хилится Или Апгрейдится Я считаю Апгрейдится Три Карты Паутина В руку Ого Крутяк По идее Это очень Хорошо Особенно С Замедлением Да Ну Давай По Карту Паутина Я подумаю Пойду Налитку Или нет Окей Тестим Спутать Узы Да Вон Смотри Всем Всем И каждому По Замедлению И Теперь Сыграв Три Паутины Я смогу Настакать 40% Дополнительного Урона Крутяк Ну Оставлю Я их Они Оставляются Ух ты Какой Арт На Паутине Вообще Офигенный Смотрите Какой Арт Классный Гремлины Запутались В Паутине Окей Давайте Пробовать Во первых Нет смысла Не играть Контр Заклинания Артефакт Плюс И плюс Медлительность Давай Паутину Тебе Сколько Здесь Урона 5 Урона Паутину Тебе Еще Раз А Подожди Ну Два Удара Все По 5 Урона И Паутину Тебе 6 Урона Окей Я могу Тебя Минусануть Подожди А че Мой Артефакт Не Сработал У меня Артефакт Как он На меня Наложил Хрупкость Сквозь Артефакт Эх Не знаю Короче Ладно Я че-то Наверное Провтыкал Я только Сейчас Получил Артефакт А ну Да На этом Ходу Подожди А че Это За Дебаф я а почему нам нет дебафы и понял ладно мне 6 могу заблочить короче без разницы делаем килл играем одну оборону мне будет 6 блоку мы получим один урон я был за дебафа почему я был за дебафа не знаю ребят я почему-то был за дебафа ну ладно зелье удвоение кайф доспех чародея тоже арты офигенные просто пушка варлок не только модно игра походу не для тебя забвение какой мод такая игра все забыл доспех чародея навык неиграбельная оставляется следующий раз когда вы теряете здоровье понижает потерю здоровья на 7 и сбрасывается автоматический блок одной атаки ну интересно еще один индекс который никогда не возьму еще один всплеск всплеск у нас есть давай мне доспехи чародея будет интересно а с такими зельками я бы пошел на элитку еще одну пойдем лаговулин растерзал и растоптал но это нет стоп растерзал и растоптал это гремлин ну гремлин не очень тяжело по идее для нас зельки хорошие против него я рискну кремлин пришел я ощущаю опустошающие чувство ярости а он наверное а этот странник на озвучивает мысли гремлинов и всех остальные да хитро хитро сером не случайный аспект благоволение пассивно дает один силы за каждый ваши 100 золота у меня 300 золота нифига круто но правда расколотый разум не работает это же положительный аспект до благоволение я так подозреваю добра нет это нейтральный аспект что такое благоволение чат я между в реальной жизни чуть слова значит и вот может пару раз в книжках видел и не до конца понимаю типа императрица нам благоволит но типа это разрешает это аспект разрешения чарите в оригинале в общем что-то она хочет нас ладно сыграем мы два удара похоже это форма появления божественной воли ладно ясно понятно будем ли мы замедление кидать на гремлина ну это все навыки которые выпадают но слабость того стоит правда я тогда не сыграю авантюру доспех чародея заблочит урон это хорошо на следующий ход у нас будет дэмэдж наверное она стоит того нет не стоит того чтобы терять авантюру 32 урона под зельем удвоения а хотя потеряли я силу если я сниму себя благоволение подожди так благоволение написано дает пассивно один силы но если я вспомню усердие я забуду благоволение предполагаю что то да да нет вроде да нет ну фиг знает чуваки мне кажется что забуду поэтому мы сыграем так я пока паутину не буду играть к скипну ход мы заблочим 7 урона вот теперь мы будем дамажить приклеиву смогу за один ход завалить хотя у слабость явно того стоит сможет быть вот так две слабости теперь взять зелье удвоение сыграть всплеск его глушила оглушение этот враг оглушен на время своего хода в этой игре есть оглушение в этом моде есть оглушение вау не ожидал чего и от чего чего до оглушения я не ожидал а да потому что эта штука рандомный дебаф накидывает чё ещё на него наложила изгнание не может получать урон или отрицательные эффекты а это оглушение в комплекте с изгнанием окей короче это стазис эмм классический стазис из он не так часто в играх попадается ну типа в монстр трейне был стазис недавнего так что его не добить ну хорошо что это оглушение я думаю оно что в комплекте со стазис с изгнанием идет я думаю отдельного оглушения вряд ли будет блокирование дебафов нам не нужно скипаем ход добить не получится да в икском икскоме такое есть тоже да окей ну давайте попробуем его добить сейчас я на него кинул вот так для медлительности теперь вот так и вот так весь урон хороший бой новые карточки магический залп атака наносит 3 урона наносит еще по 3 урона за каждую активную ясность что такое ясность еще раз если у вас есть ясность аспекта даваемый им пассивный эффект сохранится когда вы забудете его а да 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 это у нас есть карточка которая так делает не помню какая вот ока буря за блуждающий разум выберете 3 карты вспоминает случайный аспект прикольно по жрать или рассудка офигенный арт опять же атака наносит 6 урона в забвении наносит еще 6 урона добавляет свою копию В стопку сброса Ну, я знаю Что это такое Это гнев Но я не уверен, что нам нужен гнев Кстати, эффект приходящего Типа умрет через х ходов Считается как баф Да, мы это во всяких модах На Сакуру и Айзека хорошо прочувствовали Когда такой, снимаешь бафы С врагов И такой, раз, и у тебя бесконечный приходящий Который потом Бьет на весь урон Не знаю, может добор взять Давайте добор и случайный аспект Там еще одна элитка есть Надо нам хорошую зельку Хорошую зельку выбить Давай посмотрим какой-нибудь аспект Что у нас за аспект При вспоминании дает 2 шипов Пассивно дает 2 шипов Почему у меня 7 шипов? Потому что чешуя дает 3 И эта дает еще 4 Нифига себе Круто Я мог бы сейчас Сплеск красок сыграть Но я тогда потеряю доспех чародея Ну потому что сделаем Я уязвимость получу По-моему, на того не стоит Мы всегда хотим фигачить Медлительность на противников Медлительность так хороша Я имею ввиду Она просто офигенна И у нас смирение Смирение, по идее, добродетель Да, так что это еще будет блок Но нет смысла остальную паутину Сейчас разыгрывать Остальная паутина будет Когда мы будем играть урон Вот сейчас, наверное, да? Хотя нет, тоже урона особо нет Что-то в моей колоде урона По-моему, не хватает Мне так кажется Ладно Давай тогда блок Блок и удар Нам явно нужна еще какая-то карточка на дэмэдж Любая Или удаление карт Я его вообще смогу добить? Отличный вопрос А что я не сыграл пару блоков? Чтобы настакать Смогу добить Окей, я смогу его добить Но у меня были сомнения Окей, огненный посох О! Горение У нас же релик на горение Когда вас атакуют Наглабляет 10 горения на всех врагов Дает 10 защиты Отлично, берем Ослабить хватку Дает 10 защиты Сжигается, эксгумируется Когда вы переходите в забвение Очень много на забвение плюшек Забвение 7 ход, правда Варлок, ты кажешься таким крутым? Приказ на вас Тримчанского Спасибо Только кажусь Ну Хорошо притворяюсь Это актерское мастерство Невидимый слуга Вспоминает ленность Покладите две выбранные карты Из топки сброса Наверх стопки добора Ну не хочу я брать эти Не хочу я брать плохие дебафы На лень Аспекты лени Давай мне огненный посох Я уже определился И мы пойдем на элитку Погнали Смуты Утраты Ложь Ага Теперь мы знаем Что Часовые У них Конфюжн Мне кажется Мне не стоит Переходить В другие аспекты Дымка Массу урон наносит Да Подожди Терпение Терпение Благодетель Да Да Так что Вот эта штука Даст мне защиту И я могу сыграть Еще например Вот так И удар Настакать дымку И чем дольше Мы настакиваем дымку Тем больше урона Она нанесет Контр заклинания Я могу получить И мы заблочим Сейчас От зависти Мы заблочим Дебаф от зависти Что еще мне нужно Здесь сыграть Я думаю Я хочу сыграть Сначала авантюру А потом сыграть Всплеск И перейти В эффект Зависти Да В теории Сейчас короче Авантюра А массу урона Дымки пошел Я перешел В усердие Ааа Вот оно что Давай всплеск крас Всплеск красок Нужно играть По-любому Изи ли защиты Ну нет смысла Его не играть Хорошо Шипы кстати Помогают Спасибо Бронзовая чешуя Вот насчет Замедления Здесь я не уверен Потому что Тогда я не смогу Блочить А Доспех чародея Поможет Окей Тогда замедление Правильный ход Что мы играем Замедление Мы играем Удар сюда Мы на этого чувака Китаем слабость Ааа 7 урона Блочит Доспех чародея И мы скипаем Ход 2 паутины Окей Слушайте Я начинаю Разбираться В моде Потихоньку Так Раз Два Чук 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 Доспех чародея В наличии Очень хорошо Теперь Мы играем Оборону Огненный Посох Мы Полностью Блочим Доспехом чародея Весь урон Не кидаем Паутинку А на следующий Ход И накладываем На них По 10 коренья На каждого А теперь Мы играем Паутинку Раз Паутинку Два Это накладывает Так Мы делаем Массовый урон И киляемся Неплохо Неплохо Я начинаю Понимать Варлок Есть вопрос Ты переходишь В забвение На седьмом ходу Правильно А Не помню Карман Карманное укрытие Талант Вспоминает Доброту Дает ясность Активного Аспекта Класс Что такое Доброта Что такое Доброта Не написано А нет Все враги Теряют Три силы Вау Круто Решительность Вспоминает Гордыню Перейдите В забвение В конце Этого Хода А гордыня Отнимает Два ловкости В конце Боя Улучшает Случайную Карту В руке А Аспект Для апгрейда Карточек Ок После После апгрейда В забвение Не переходит Послание Навык за ноль Вы кладете Одну карту Из топки Сброса В руку Сжигается Ну минусов Тут мало В этой карте Честно говоря Ну че Мы будем Решимостью Наполняться Блин Отнимает Две ловкости Такое Да Я лучше Буду В доброту Вспоминать Я пока Еще Не совсем Чехлюсь А Насчет Этого Босса В теории У нас Есть Инструменты Да Нужна ли мне Доброта В первый ход Не особо Да Я думаю Мы затащим Хотя урона У меня маловато На огненный посох Расчет Блуждающий разум Плюс Да добор Пока не особо Нужен Я бы сказал Здесь защита Добавляется Доспех Апгрейд Без минусов Да Если бы я Апгрейдился Я бы Либо Либо Огненный посох Агрейдил Доспех Наверное Наверное Доспех Он не сжигается Он пассивный Поразительный экземпляр Говорит Время для эксперимента Ну ладно Окей Давай Делаем Паутинку Огненный посох Я не сыграл Но Он пока и не нужен Сейчас нужно будет Паутинку сыграть Для урона Контр заклинания Мы всегда хотим Разыграть Да Так Доспех в наличии есть И три паутинки Единственное Что Ну Окей Давайте так В всплеск я буду играть Это по-любому Контр заклинания Почему-то не сработало А противник Не накладывал Отрицательный эффект Я мисплеер Эмм Да Ошибки были сделаны Паутинки пока не имеют В смысле Ничего они не делают Может быть сейчас Ну сейчас у меня зависть Поэтому Расколотый разум Будет наносить урон Поэтому я могу сыграть Раз паутинку Два паутинку Три паутинку Теперь я могу сыграть Расколотый разум На девятнадцать урона И авантюру на двадцать Что хватит для сбивания Ну правда Ну такое Мы его сбили Выберите карту Которую хотите оставить Так А у меня там какой-то аспект Другой включился И я не обратил внимания Да Ну оставь мне Удар Попробовать сбить Этих слизней Хотя мы их наверное Будем огненным посохом Фигарить Да Усердие А вот оно что Ну мы сейчас Короче другой Какой-то аспект сделаем Алчность Когда вы казните Врага дает Десять золота Ладно Оставить Давай все-таки Добор оставим Ну зажигалка Сейчас будет хорошо Работать на них О у нас есть всплеск Я думаю Всплеск Будет полезен Должен сбить их Всплеском Да Сгнев Теперь удар А ты уже под уязвимостью Да 15 плюс 9 урона 27 урона в лицо Ну круто конечно На следующий ход будет авантюра А она умрём Блин 10 хп А не все атакуют Мы так мертвы Хотя ты упадёшь от огня А могу сделать килл одного Мне чуть-чуть не хватит хп Я мог там Обоих сбить Я сбил обоих Тут бы сейчас было 4 слизи Блин Хрупкость руина Ну я руина Ладно Давайте будем честны Руина Это я Мне 2 2 за хп не хватает Ф Потому что этот сбивается Но этот бьёт Шипы Отдых Наконец-то Блин Крутой мод А это что такое Даже не знаю Что это такое Это какой-то Бета Бета Версия Там Есть Там должно быть 3 персонажа Но они не все доделаны Блин Сколько тут карточек Жесть Будет ли сегодня ПВЗ Думаю Нет Мы сегодня В слайзе спайры В инскрипшн Поиграем Вот Надо ещё один забег Странненько Мало Ещё хочу Сейчас чат Спидран в туалет Мне очень надо в туалет И мы ещё поиграем Я извиняюсь Я быстро Что это за место Ты не помнишь Что ли Давайте возьмём Обычный релик Глиняная рыбка Всё золото Больше Нужно больше золота А путь Так Одна элитка Три элитки Нет Три элитки С одним костром Смерть Что-то по элиткам Как-то не так Пойдём левый путь Короче Будет у нас Одна элитка В этот раз Ну в общем Нравится мне этот Нравится мне этот Джорбс Странник Простите Он прикольный мод Окей Мы хотим удар Запомнить На культисте Кстати культист Каркар А Ока Бури Вспоминает Случайный аспект Аспект терпения Хорошо Это будет Урон Потом Когда мы его Разрядим Давай ещё один Раз удар Запомним 18 урона Но Аспект терпения Мне не забыть Никак А нет Забыть Усердие Подожди 6 плюс 13 6 Теперь 13 И я Вспоминаю Усердие Подожди Подожди Но усердие у меня уже Вспомнено Написано Когда вы Вспоминаете Новый аспект Кроме терпения Потребляет Дымку А у меня уже Усердие Вспомнено Нет Домбанд Оооо Много Много букв Ну блин Прикольный мод Мне пока нравится А давай Давай возьмём спутника Фамильяра Потестим его Как это ясность Будет нам помогать Ясность Ясность Терпение Активно Зависть При вспоминании Даёт уязвимость Когда враг Ага Ну это то что у нас было Даёт Уязвимость На врага накладывает Эмм Мы сейчас получим урон Есть ли у нас Смысл Фигануть Зельку Ригена Ну хотя Ладно Давайте Зельку Ригена Сразу Потому что Вряд ли я его прям Завалю Этого зубастого Червя Мега быстро С другой стороны Он под уязвимостью Да Эм Не Зельку Ригена Пить Не надо было Хотя надо было Я его завалить Сейчас не могу Так что Вот Что если я Спутника Фамильяра Сейчас фиганул Ага Ясность Ясность Осталась На зависти Но сама Зависть Не убралась Понял То есть Если я сыграю Там Авантюру Например То Оно бы Осталось Ладно Потеря Берем А Зависть И дает Быть мудрым Ну Или Когда Какую-нибудь Глупость Постишь Да Вконтакте Какой-нибудь Потом Такой Блин Помнишь Что я был Когда-то Мудрым А тут Такую Фигню Написал Ну Слабость Прикольно Но Че-то Я бы Не сказал Что это Стоит 2 энергии И Завершение Хода Не Ну Индекс Мы видели Я его Никогда Не возьму Чудесный Клеймор Вы Наносите 4 урона Атакой Случайному Врагу В конце Каждого Вашего Хода Нормально Урон Атак На данный Тип Урона Воздействуют Эффекты Которые Влияют На Атаки Сила Уязвимость Слабость Шипы Вау Кайф Индекс Хорошая Карта Я уверен Что это Хорошая Карта Я Понимаю Я никогда Не возьму Я не хочу Карточки С места На место Перекладывать Надо Атаковать Ребят Плохой Бой Мега Плохой Бой Для Начала Кейтс Но импульс Хорошо Очень Очень Проблема В том Что По-моему Мне нужно Чисто Дамажить Здесь И Оставить Себе На следующий Ход Удар Мы получим Урон В этом бою Причем Много Я надеялся Что Нам повезет Побольше Еще раз Цепь на импульс Только теперь В слизня Удар Удар Сюда Ну Хотя Бо Мы Хотя Бо Мы Живые Давай Мне Укабури Подхилиться На Один Вспомнить Случайный Аспект Окей Пылающая Фляга Навык Наносит Семь Горения Это Круто Горение Это Как Яд О Поджигает Монеты Во имя Позитива Чат Хорошая Работа Варлок Давай Челлендж Качаем Авантюру Да У нее Нормальная Прокачка Старый Кошель Навык Т5 Золота Вспоминает Благоволение Сжигается И С апгрейдом Дает Ясность Активного Аспекта Чистая Голда Блин Золото Это Жадность Да Че Будем Жадничать Что ли Надо Жадничать Стоит ли Мне удалять Удар Вопрос Что я Урона Вообще Не набрал Ладно Жадничать Так Жадничать Давайте Удалять Удар У меня Есть и цепной импульс И клеймор У меня есть Авантюра Которая Нормально Дамажит Клеймор Улучшить Цепной импульс Увеличивается Только Дополнительный Урон Давайте Обглэйд Обглэйд На клеймор Обглэйд На клеймор Сделаем Тут бы Цепная молния Не помешала Ага Хотя Знаешь что Авантюра делает Килл Так что Все не так Плохо И Я могу Собирать О Кабури Что Довольно Много Блока Дает Нет Наверное Смысл Зелия Энергии Тратить Да Следующий Бой У нас Элитка Возьму С собой Оборону А ну Мы защиту Откуда Получили Откуда Мы Получили А у У меня Аспект Мудрости Который Ловко Отнимает Кошелек Мы Сыграем Точно Клаймор Наверное Сыграем Или Фамильяр Давай мне Фамильяра Пока Клаймор Возьму На следующий Ход Вот тут Мы 7 урона Съедим Но Мне Заблочить Нечем Было Вон Наконец Цепная Молния Да Так Давай Цепную Молнию Сюда И Клаймор У Клаймора Еще Анимация Своя Прикольно Ну Так Итак И у нас Должна Хилка На 3 Раскол Раскол Ты разум Увидели Но Что-то Мне не очень Понравился Ненадежный Школы Магии Навык Вы берете Три карты Если все Карты В руке Уникальны Дает Ясность Активного Аспекта Иначе Сжигает Одну Копию Каждой Неуникальной Карты Опа Хо Хо Так Чистить от Обороны Удара В колоду Можно Просто Не бери Неуникальные Карты Лол Не бери По 2 Копии Карточек И твоя Колода Будет В порядке И ты Почистишь Удары Обороны Интересно Босс Слизень Маскировка Смотрите на этот арт По моему он отлично Замаскировался Никто не узнает Влился в культ Как влитой Идеально Я тоже себе такую шапку Для маскировки хочу Дает 5 защиты Дает еще 5 защиты В начале следующего хода С апгрейдом 7 Окей Давай школы магии Будем сжигать Там слизи Или еще что-то Но здесь Мне нужно Мне нужно Хилиться Давай Давай апгрейдиться Сначала Я думаю Что мне Нужнее Какой апгрейд Ну единственный Наш урон Это цепной импульс Если мы стражей Встретим Против них Будет мега Хорошо Амулет Из темного камня Ну ладно Ну и здесь Я хильнусь Не хочу я еще Два боя Идти Сейчас будут Гремлины И слизни И всякая фигня Ну кому сейчас легко Окей Это роботорговец Давай мне клаймор Давай мне Оборону И цепной импульс Против тебя Клеймор По демеджу По соло целям Поможет нормально Ммм Давай 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 сыграем Школы магии Нет Давай Ленность Аспект При вспоминании Вы сбрасываете Три случайные карты Понял Хорошо что у нас есть Добор Очень неплохо Кстати Я совсем забыл Я нам сделал Я нам сделал Виджет Для ставок Смотрите Чат Начать прогноз Пройдет ли стример Босса Пройдет ли стример Первого Босса Босса Прикольно Тукан Но тут карты Закрывает Но у нас есть Полноценный виджет Для ставок Я совсем забыл Так что теперь Ставочки Видны на экране Полноценное казино Игра По крупному Кайф Да Да что Технологии Дошли И на экране На экране Видно И Сколько человек Поставили И коэффициент Видно И Видно А потом Когда ставка Закончится Там еще Будет Там еще Будет Написано Кто победители И кто Сколько выиграл Там топовые Сколько-то топовых Победителей Будет Видно Прикольно Перемести А куда его Наверх Так Вот так Да Оно исчезает После Оно исчезает После того Как все ставки Сделали И появится Уже Когда будет Заключение Оно не будет Висеть все время Оно висит Пока вот делают Ставки Потом исчезает Потом в конце Появляется снова Ну Это не я его сделал Виджет-то написан Не мой Написали Ребят Другие Но я его нашел Не то, что я его Сам написал Потому что я Не программист Пока что Но красивая Надо, чтобы висела Да не надо, чтобы висела А если у тебя Ставка Я не знаю На Полчаса Если мы В ЛДН Ринг Играем И Оно висит Пока делаются Ставки Но если все Ставки уже сделали Как Зачем Чтобы висела Не знаю Масштабы можно сделать Чтобы не висела Но я не уверен У меня удар Загрейдился А у меня Включился Аспект Который Апгрейдит Не, я думаю Нормально Ну Это хороший Виджет Все равно Офигенный Особенно На каком-нибудь ЛДН Ринге На боссах Когда ставки идут Одна за одной Одна за одной Это самый лучший Виджет Одержимость Атака Наносит урон Равный числу Уникальных карт В руке Если все они уникальны Вы получаете Одну энергию И берете Одну карту Типа Одержимость Хорошей Колодой Колода Должна быть Самая лучшая Самая красивая Мы собираем Билд на уникальные Карты Да Так что я думаю Я ее возьму Ну потеря здесь есть Я ее не буду Тоже брать У него котик Помер Грустно Плохая атака Не буду брать С котиком Который помер Возьму одержимость Вместо этого Что она еще делает Равный числу Уникальных карт В руке На самом деле Урон там будет Маленький Что весело Вот сейчас бы он Сыграл Кстати Мы хотим Играть Силу За золото Теперь цепной Импульс На слизня И удар Знаешь что Я сыграю энергию Ради авантюры И что мы На авантюре Усердие Ну нормально Берем А блин Я его разделил Руина А тогда Оборону брать Я не думал Что я его разделю Не просчитал урон Ну ладно Одержимость Не работает Ну хотя Уникальных карт Раз Два Три Да Три карты Уникальные А если обороны Разыграю Ничего не изменится Короче Нужно Собирать Калоду В которой Будет Только уникальные Уникальные Карты Школы Школы Магии Я пока Ну давайте Попробуем Сыграть Одержимость Наносит 5 урона Если все Карты Уникальны Подает Энергию Берете Карту У меня По идее Сейчас Все карты Уникальны Нет Да Она Подсвечивается Желтым То есть Это Без минусов Тогда Класс Хорошая Штука Давай Мне Лука Чрево Угодие Когда Вы Газните Врага Повышает Максимальное Здоровье На 2 Вы Сбрасываете Одну Карту В начале Хода Плохо Ну Не очень Хорошо Как Минимум Да Короче Есть Хорошие Аспекты Есть Не Очень А я Выбираю Какую Карту Сбросить Да 6 6 12 24 Урона А 6 9 12 Стой Сбрось Оборону 6 9 12 Должно Хватить Урона Типа Так Так И Вот Так С спиной Молнией Плюс 2 Максимального Здоровья Тоже Кайф Покушали Почревоугодничали Для Одержимости Мне нужны Все Разные Карты Но У меня Повторов И нет Так что Можно Сбросить Слизь Теперь Сыграть Одержимость Нет Нет Минусов Могу ли я тебя добить Пока Нет Это Мне Школы Магии Оборону И Удар Спутник Удар Получим Три Урона Но Если Я Продержу Чревоугодие До Следующего Хода Мы Получим 2 ХП Максимального Что Равняется Хилке Отлично Огненный Снаряд Наносит 8 урона Накладывает По 2 Горения За каждую Активную Ясность Ну Я не совсем Еще Понял Сколько Этих Ясностей У меня Но Вроде У меня Билд На ясности Опустошающее Чувство Ярости Гремлин Ты че там Яроснишь Хватит Яросни Гремлин Сыграю Зили Артефакта Сразу Что я хочу Школу Магии Или Что-то Другое Я бы Клеймор Против него Сыграл Как можно Быстрее Против Гремлина Наверное Да Школа Магии Разве Не должна Была Сжечь Удар Сжигает Одну копию Каждой Не уникальные Карты А че Оно не Сожгло Удар Или Удар И удар Плюс Это Разные Карты Видимо Да А если Я вспомню Благоволение Да Он дает Силу За голду То есть Плюс Две силы Окей Че-то Мне кажется Сейчас Этот Гремлин Меня Запинает Нормально Так Что У меня Такое Стойкое Ощущение Окей Это Будет Два Горения Всего Лишь Да Не Густо Скажем Так Совсем Ну Хотя Бы Уязвимости Нет Да Держимость Наносит 6 Урона Но У меня Не Уникальные Карты В Руке Надо Сыграть Оборону Теперь Одержимость Дает Уникальные Карты Теперь Я могу Сыграть Цепной Импульс И Спутника Фамильяра Может Быть Мы Не Сдохнем Мы Не Сдохнем Очень Очень Хорошо Тогда Добить Его Авантюрой Сюрикен Вау Крутяк У нас Есть Интересные Интересные Штуки Еще Один Цепной Импульс Что Хорошо Против Этого Босса Можно Брать По Две Карты И Одну Из Дублей Улучшать Да Можно Брать По Две Карты То Есть Цепной Импульс И Цепной Импульс Плюс Это Две Разные Карты Кройка Восполняет Здоровье Равное Число Активных Ясностей Ну Что-то Очень Слабо Блин Какие Арты Крутые Смотрите На этот Арт Мне правда Страшно Мне кажется Что он Сейчас Палец Здесь Уколет Типа Кто так Шьет Я Не умею Шить Разве Когда Шьют Иголку Не держат Вот так Между Пальцами Чат Кто умеет Шить Вот так Вот Иголку Проталкивают Подушкой Указательного Пальца Мне казалось Что нужно Ну хотя Как ты ее Протолкнешь По другому Да В итоге Когда Мне кажется Сказалось Что вставляют Потом с другой Стороны Вытягивают Иголку Типа Так Потом Так Я не умею Хотя мама У меня швея Бери Бери Этот Маму И пускай Учит Шить Это Хорошая Штука Я вот Тоже Не умею Шьют Ровно Так Как На Арте Ну Окей Джебейт Я умею Для этого Напалечник Есть Если Ткань Прочная Нужно Иглу Проталкивать Окей Значит Это Правильно Все Все В Порядке Все Нормально Не думая Лишних Вещах Без Того Сложно Тоже Правда Окей Возьму Еще Один Цепной Импульс А у Меня 14 ХП Я не уверен Что я Дойду До Босса Смешно Смешно Игра Прямо Ржака Об Чесака Просто Вот Блин Гиты Ровно Ровно Столько Нужно Сколько Нужно Для Проигрыша Ну Все Тестим Виджет Дальше Выдаем Сомневающимся Виджет Показывает И показывает Кто Сколько Выиграл Берлёха Выиграл 200 тысяч На сомнениях Круто И показывает Кто Сколько Проиграл Тоже Оооо Вот Это Виджет И Сторон 100 тысяч В битус Смотри Оно Даже Показывает Кто Сколько Про Про Втыкал Класс Лучший Виджет Ох 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 Омон Явно Тяжелый Но Он Тяжелый Просто Потому Что Я Не Вдупляюсь Еще На самом деле Не то Чтобы Сильно Тяжелый Что У нас По Времени Я Не Думаю Что Я Пройду Сейчас Игру Еще Раз Я Думаю Что Я Думаю Что Мод Хороший Мы В него Еще Будем Играть Ну Он Такой Нормальный По Сложно По Сложности То Что Нужно Не Буду Я Здесь Читать Какие Арты Офигенные Смотрите Просто Пушка Ладно Может Потом Их Еще Посмотрим Класс А Где Мод Взять Ну Этот Это Официальный Мод Он Ну В Воркшопе Доступен Ну Короче В Стиме Как там Слой Воркшоп Да Да А перевод У нас В Дискорде Так Что Да Мод Очень Хорош Мне Нравится Да Пойдем В Инскрипшн Не Прошел Я Первого Босса Ну Мы Еще Поиграем Следующий раз Будем Проходить Этот Мод Хороший Барлок Проиграл Или Победил Я Победил Морально Потому что Мы посмотрели Очень Интересный Мод Поэтому Я Морально Считаю Что Победа Может быть Игра И написала Поражение Попробуйте Снова И Все Так Но Не Не Считается Что Мы Закончили Ну Да Барлок Куда Делся Табель В Названии Стрима Ну Он Ушел Пока Пока Что Вот Так Хорошей Игры Варлочка Название Стрима Мы Наверное Завтрашнего Дня Будем Стримить Часов С двух Дня В общем Постримили Мы С 12 Ой Да С 12 Но я Что-то Понял Что Наверное Многовато Мы Стримим А Чуть Поменьше Поэтому Я думаю Завтрашнего Дня Где-то В два Часа Буду Стрим Начинать И будем До восьми Может быть До девяти Посмотрим Разберемся Нет У меня Не кончилась Фантазия Для названий Стримов Да я вам Сейчас могу Нагенерировать Знаешь Сколько Этих Названий Для Стримов Почему Только Три Игры Ну А Чего Сколько Надо Ну Типа Мы Четыре Играли В Пятницу Четыре Игры Было Я Этот Я Че-то Обстримился Надо Четыре Может Восемь Тогда Или Девять Сразу Варлок Как насчет Попробовать Потом Хардкор Как Закончим Escription Какой Хардкор Какой Хардкор Дэдкейр Ты о чем Хардкор 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 Хардкор